В Москве впервые задержали членов местной шариатской полиции. Они долго преследовали нескольких жертв и читали им проповеди, что если те не носят никап, значит являются проститутками. А значит, каждый может с ними спать, в том числе члены шариатской полиции. Они сами не заметили, как жертвы дошли до места, где стояли их родственницы. Полицейские вели себя агрессивно и кричали на женщин, пока одна из них не начала снимать их на камеру телефона. Также к разговору присоединились местные охранники, которые пытались всех примирить без вызова светской полиции. К слову, на вызов приехали хорошие милицейские, а не полицаи. Они поймали главаря маджахедов и заставили его сдать остальных. Под угрозой, что в противном случае приедет ОМОН и перетряхнет весь их мини-город Анклаб. Я уже был такой инцидент. Послушайте, вы сюда приехали. Надо, надо. Секунду. Вы сюда приехали. Россия, слушай меня внимательно. Светское государство. И если для вас это женщины с низким социальным статусом, езжайте к себе и смотрите своих ворон по ранже. Запомните, какое вы право имеете их идти обсуждать и идти вот этой похабной мерзкой улыбкой, говорить, что бы вы с ними сделали. Вы почему сюда приехали? Вы здесь зарабатываете. И не хотите ассимилироваться в эту культуру. Мы так ходим, мы так живем, мы не будем жить так, как вы. Мы не будем ходить запутанные и замотанные. Куда вот этот самый нахуй пошел? При этом сегодня Госдума отклонила законопроект о запрете НИКАБов. Более того, запрещать НИКАБ теперь нельзя даже на региональном уровне. За такое чиновников могут привлечь к уголовной ответственности. Получается, что шариатская полиция теперь будет инспектировать губернаторов и региональных депутатов. Разумеется, нарушителей будут отправлять в зеленые зоны, чтобы те максимально страдали за такую дерзость. Во-первых, Россия не для русских, так сказал даже сам президент. Во-вторых, мы живем в свободной стране. В-третьих, мы уже плодимся, нас очень-очень-очень-очень-очень много. Если человек приезжает к нам на сезонную работу, какого черта он тащит с собой свою семью? Ху-хуя, они здесь. Справедливости вам и терпения. Мы рассказываем истории обычных людей, до которых нет дела крупным СМИ. Поэтому, чтобы не пропустить следующее видео, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик.